девчоночки приветики у меня посылочка сегодня и и попросили меня распаковать телеграм-канале потому что телеграм-канал у меня первый видит все посылочки все покупочки и вот такую вот коробочку я там засветила это у меня свалбери с коробочка я ее заказала сама мне никто не присылал потому что мне было очень это нужно это неоновые гель-лаки вот так все упаковано это набор поэтому вот как бы сами посмотрите там нужно полностью весь набор или поштучно бюджетные гель-лаки неоновые но они мне нужны не для конкретно для конкретно каких-то неоновых задач но хотя для неоновых задач я хочу сделать большую палитру градиентов по градиенту я не профессионал не специалист поэтому взяла бюджетный материал чтобы не жалко было тратить есть у меня номер уже в наличии голубенький желтенький какой то есть и есть какой-то розовенький но посмотрим всю выкраску просили я покажу здесь идет в подарок молочный топ подарочек вот такой вот тоже надо будет его посмотреть мягкая кисточка вот такой топчик и торговая марка луна line и здесь есть наклеечки и наклеечек нет поэтому будем по порядку просили меня делать выкраску на прозрачных типсов чтобы было понятно ну если честно мне не особо прям очень это принципиально насколько они плотные или нет но хотелось бы конечно плотные но это будет расходная тренировочная часть поэтому как есть так и есть я вам буду показывать здесь идет наклеечки здесь у нас 12 штук но у меня кстати есть номер 3 я его брала отдельно так что вот здесь его в комплекте нет здесь комплекте только номер два что посмотрим значит запоминайте записывайте будем по порядку сейчас все выкрашивать я вам буду их показывать а вы уже сами решайте надо вам они или не надо но я повторю что я и взяла для того чтобы тренироваться чтобы не так было жалко тратить на всякую апельсинчика мандаринчика это номер 01 видно что он плотный но мне кажется у всех торговых марок вот такой вот оранжевый у них у всех ну или у большинства плотные так всем хотелось понять насколько он плотный насколько не плотный все желательно если вы хотите работать ну как бы на клиенте да то лучше конечно наносить на белую подложку вот так он выглядит в один слой практически все перекрыл но второй слой просится так я не знаю мне кажется тут уже накосячила записи номер 07 он тоже похож на 1 но это первые и его 07 конечно здесь больше оранжевый такой такой вот ярко-оранжевый а здесь уже уходящий вот как вы их видите так они и есть так за счет того что они двухслойники и они у них такая консистенция как у базы их можно наносить выравнивающим слоем выравнивающиеся они сами выравнивающий по блин сама выравнивающиеся плюс консистенция такая вот она как база как колчуковая база слегка такие тянучие они и можно наносить выравнивающие слой они просохнут потому что консистенция и пигментация позволяет вот так можно нанести один средний слой и кисточкой еще подровнять так мне кажется я там что-то выкрашивала и выкрашивала и наверно не нажала запись 6 6 пропустила номер 6 пропустила зеленый одинаково всех консистенцию смотрите какая она видали такая вот тянучая сопливистая мне даже кажется что это чуть-чуть погуще по пожиже погуще наоборот пожиже сейчас он будет наноситься немножечко до витражный сразу это я сразу поняла он просто тонирует ноготок можно его использовать дизайна например для растушевок каких-то потому что он не плотный но наносить нужно будет видите он как бы как бы затонировал но все таки он сильно полупрозрачный так теперь 8 я смотрю вот такой вот 8 5 какой-то ярко розовый это же мне кажется чуть-чуть пожиже да тоже он был слойник его можно ведь он полупрозрачный вы можно нанести пожирнее и за счет того что он выравнивается в общем то можно даже выравнивающим слоем нанести и он высохнет вот как сейчас я делаю так вот оп оп и кисточкой еще поправить вот так перевернуть но имейте ввиду жидкие гель-лаки ну как бы они жидковатые да они могут затекать поэтому сразу решайте для себя либо вы наносите тонкие слои либо выравнивающие ну скажем так видали немножечко и поинтереснее не он чеки своей жизни но я попробую для градиентом так как у них разная консистенция я думаю что и градиент будет наноситься не очень просто второй слой вообще хотелось бы да вот чтоб в одной коллекции были гель-лаки одинаковые консистенции одинаковой пигментации потому что если вдруг вы наносите на одну руку разноцветные гель-лаки то это будет видно что они не 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 из одной компании розовый продублирую как бы сильно ярче не становится розовый ну вот косички закрывает надо пробовать конечно на руках но я буду конечно же тратить их на градиенты как только найду для этого свободное время так что нам тут еще сейчас я по порядку их что-то я так 8 2 штучки у нас без наклеечек это у нас 12 это у нас а а нет 9 10 вот этот у нас 9 нигде не написано вот здесь написано сразу чувствуется что он плотнее вроде в лампе нормально сохнут ну тоже двухслойник ну так как градиент все равно надо делать два слоя я планирую этот градиент делать по акриловой пудре сейчас я вам покажу свою задумку ну вот что-то тип такого вот если интересно давайте соберемся будем вместе опять что-то попал что там надо дублировать вторым слоем так номер этот номер 10 так как здесь ничего не наклеено будет сюрприз тоже видно что он такой полупрозрачный и он мне кажется вообще-то даже жиденький у него тоже такая тянучая консистенция но он может его перемешать надо но он тоже будет вот такой опа видите чисто тонирующий но не знаю у кого-то есть вот такой сирене у меня есть другие марки они тоже такие полупрозрачные но зато легко наносится видали в два движения продублирую смотрю и в камеру и как наношу но хочется выравнивающим слоем нанести во первых типсы кривые все вот но вот как бы вот так вот он не просвечивает но и не создает впечатление плотности продублирую я даже не знаю буду ли я делать выкраску для того чтобы повешать на кольцо как образцы потому что ну как бы я не не придумала что-то у меня будут делать для того чтобы накрасить и ногти в один цвет ну вот так вот второй слой я бы даже сказала третий хочется но прямо такие жидковатые так еще два штучки осталось голубенький я вам уже показывала вот такой 11 он я бы не сказал что он неоновый просто голубенький но достаточно густую плотно те что я выбираю поштучно я долго и тщательно всегда выбираю тем более менее вот ведь он сразу наносится плотно и он у меня уже такой есть есть даже дублировать не надо вот все бы они такие были да он и разравнивается хорошо и плотненький но похвастаться мы не можем всеми цветами радуги даже не буду его наносить второй раз и у нас еще вот такой есть скорее всего это синий так гипсы закончились до синий не знаю почему называется неоновый ну потому что я видала более электрик такой более электрики ну что не свежие поэтому такие такие они не знаю как объяснить но они прям таки с одной стороны и жидковатые с другой стороны и тянутся тоже двухслойник кисточки мягкие вот здесь конечно плюс что кисточки мягкие и к этой консистенции гель-лока они очень хорошо подходят но хочется продублировать сейчас я вам покажу я лампу сменила показывала в тележке вот такая лампа и я вспомнила почему я не хотела ею работать потому что она нагревается в ней жарко в ней жарко вот так поехали дальше продублирую синий потому что будут так вот так вот он проплешенками лег остаточная липкость достаточно жирненькая у этих гель-лаков поэтому не скрипит по липкости едет хорошенечко так и что давайте еще молочный посмотрим молочный топ у меня есть другие молочные топа других марок надо будет их как-то посравнивать по посравнивать тоже кажется жидковатый для чего я использую молочный топ его кстати можно также в градиенте использовать и можно когда у вас значит какие-то белые ноготочки какими-нибудь мадежами легли жидковатый такой топчик можно выравнивающим слоем но имейте ввиду чтоб не затекал потому что может затекать очень странно когда топ вот с цветом очень трудно понять вообще топ это или гель-лак без остаточной липкости скажите как часто вы используете вот такие молочные топы в своей работе у меня бывает надо иногда но не часто хочется нанести один зоны выравнивающий но только надо будет с переворотом потому что жидкий если вы придумали так вот переворачивать так лампу правую лампу сейчас наверное поставлю свою лампу обратно думаю да почему же я ее списала со щиток оказывается она греется так сейчас я попробую конечно по порядку сложить но я не подписала их теперь и я не помню как они должны быть здесь оранжевый оранжевый пусть они так будут оранжевый к оранжевому да потому что но оранжевый оранжевый с одного края по нумерации желтые ладно пусть так будет да чтобы было понятно розовый к розовому вот так вот они у меня все выглядят два слоя два слоя всем поэтому они тут голубенький в один слой ну какой-то оранжевый можно и вот этот можно нанести в один слой ну в общем то решайте сами но я я не знаю я еще попробую конечно в градиенте если что вам покажу и расскажу вы обязательно подписывайтесь на мои сути чтобы ничего не пропустить если вам нужна ссылка то пишите если не нужно тут уже пишите увидимся очень скоро пока пока